Итак, добрый вечер! Сегодня у нас вопрос насущный. Поскольку скоро надвигается курс о XML технологиях, курс достаточно редкий, то есть он редко читается, поэтому есть вариант на него попасть. Но здесь понятно, любой нормальный человек должен задаться вопросом, а нужно ли это ему и зачем вообще ему нужен XML, если нужен. Так вот, сейчас мы попытаемся на это дело найти ответ. Ну, во-первых, несколько слов о самом XML. Когда мы говорим о XML, то мы обычно видим документы вот такого типа, которые очень похожи на HTML. Поэтому у некоторых сразу возникает ассоциация с тем, что XML, поскольку он расшифровывается, аббревиатура, как расширяемый язык разметки, то многие считают, что это такой HTML, только более, что называется, продвинутый. Что, конечно же, не так. Поскольку XML и HTML это вообще разные вещи, но тем не менее, XML на сегодняшний момент, а он именно и задумывался 20 лет назад именно таким, это универсальный язык разметки. Причем очень хорошо специфицированный, стандартизированный, и его задачей создания этого языка именно была универсальность, которая не зависит ни от чего. Ни от платформ компьютерных, ни от языков программирования, ни от человеческих натуральных языков, вообще ни от чего. Вот стандарты, как выглядит сам XML, технически, сам по себе язык, XML это всего лишь набор правил, синтаксических, но очень строгих. То есть, например, все здесь регистрозависимо, то, что должно быть в кавычках, то должно быть в кавычках. Так, шаг влево, шаг вправо, уже случается ошибка. И мы можем увидеть, что технически мы можем с помощью этого языка описать все, что угодно. На ваших глазах перед вами сейчас, ну, фактически, что это? Небольшая база данных. То есть, если мне нужно сохранить конфигурацию, например, моего приложения, или, опять же, даже небольшие данные, мы не ведем речь о миллионах записей, правда? То, обратите внимание, обычный текстовый файл, который открывается в любом текстовом редакторе. То есть, никаких специальных инструментов не надо. Залез, подправил, добавил, поменял местами, удалил, изменил. Все, что угодно. Кроме того, поскольку это текст и поскольку это строка, мы точно так же можем эту строку передавать от одного приложения к другому приложению. И все это будет передаваться вот в такой явной структуре, которую очень легко разобрать. Конечно, здесь сразу же, опять же, возникает вопрос, а что с ним делать? Я видел вот этот XML, ну, вот туда-сюда, я его там написал, я могу какие-то другие форматы, всякие аннотации, форматы сериализации использовать. То есть, что делать с этим? Дело в том, что когда придумывался XML, то придумывалась целая пачка технологий. То есть, на самом деле, когда мы говорим о XML, например, используйте XML, то мы говорим не столько сам язык, сколько XML технологий. И, соответственно, в XML технологии я за каждый чих, за каждое желание отвечает своя техника. Как бы, каждый чих написано своя спецификация. То есть, если мы даже проведем аналогию с тем же самым HTML, который еще был тогда, когда еще стилей не придумали, да, то HTML в себя включал все. Он отвечал и за структуру, он отвечал и за семантику, что есть что, он отвечал и за представление, как это показать. Здесь в XML технологиях каждый занимается своим делом. То есть, непосредственно на сам язык XML возложена именно структурная задача. То есть, структурная задача фактически, то есть, объяснить, что есть что, во что вложено. То есть, у нас прайс-лист, в нем буки, в каждом буки title, автор, прайс и так далее. Сразу возникает вопрос, да, а что, если я хочу, теперь понятно, что-то с ним надо делать, как мне его показать. Для того, чтобы это дело показать, в XML есть отдельная спецификация, которая называется таблицей стилей. «xsl-t» расширенная таблица стилей, язык стилевой, а т обычная буквочка «трансформация». Это отдельная история. Отдельная история. И таблица стилей, та самая XSL на XML, она выглядит примерно вот так. Ну, тут, насколько можно кратко рассказать, сам по себе стандарт XSL это тоже XML. Все, собственно говоря, что касается XML, на самом XML и написано. То есть, используя те же самые правила синтаксические. Вот. И опять же, у многих, когда слышат слово стайлшит, ассоциации с CSS, дескать, это то же самое, что и CSS, только в более продвинутом варианте. И опять же, это все неверно, потому что это совсем другое. Фактически, XSL это, если хотите, шаблонизатор. Достаточно мощный и опять же, универсальный, как и все XML, который не зависит ни от языков программирования, ни от платформ, вообще ни от чего. Ну, в данный момент, вы видите, у меня этот документ, он, это стилеварь, стиль, как бы, XSL, да, он написан вот под этот документ. Здесь определено несколько шаблонных правил, несколько шаблонных правил, которые XSLT процессором должны применяться, соответственно, к тому или иному узлу в этом XML документе. То есть, например, здесь у меня написано, да, что когда ты увидишь корень документа, то примени то, что написано вот здесь внутри, да. Когда ты доберешься, например, до узла букв, у которого цена меньше, чем 200 значения, да, то сделай, например, вот это. Ну, и так далее. То есть, здесь идея в том, что XSLT процессор, просматривая вот этот документ, находя нужные узлы, эти узлы меняет на то, что укажет автор в этом документе. Автор в этом заключается. Ну, а далее, далее нам нужен просто для того, чтобы теперь применить этот стиль к этому документу, нам нужен XSLT процессор. XSLT процессор есть отдельные, в PHP есть отдельное расширение, которое является XSLT процессором, то есть на сервере можно делать. Но все браузеры, поскольку все браузеры отображают XML, умеют работать, у них XML или parser есть, и, соответственно, они точно так же умеют совершать XSLT преобразование. Соответственно, если обратите внимание, да, здесь у меня вот второй строчечкой, так называемая процессинговая инструкция, которая говорит XML-парсеру о том, что когда он зачитает этот документ, то к нему есть стиль, который находится вот здесь и является ничем иным, как XSLT, и нужно передать управление XLT-парсеру, который, соответственно, вот этот стиль применит к этому документу. Вот. Если теперь запустить это в браузере, то обратите внимание, мы получим вот такую красивую табличку. То есть, еще раз, да, это все произошло на лету. Если мы сейчас заглянем в исходник нашего файла, то мы увидим, собственно говоря, только наш XML. Вот он. Вот он. Это XML. Соответственно, наш браузер запустил, взял этот файл, раскачал, увидел, что к нему есть стиль, применил этот стиль. И если мы сейчас залезем в то же, что там получилось, на самом деле, да, в памяти. Вот во что, видите, преобразовался наш XML. Вот, чистый HTML получился, который мы здесь и видим. Который мы с ним. Причем, обратите внимание, при всем уважении к CSS, вот, здесь такие вещи здесь достаточно CSS сложно сделать, потому что здесь не просто вот эти данные запихали в эту таблицу. Если вы обратите внимание, то вот то, что вот этим вот таким розоватым цветом выделены книги, это книги не просто так, а это конкретные книги, которые, у которых цена больше значения 200. Вот так тоже может. Конечно, если убрать, если сейчас убрать вот эту процессинговую инструкцию, то обратите внимание, что при этом покажет нам браузер. Он показал дерево, да, причем он об этом написал. Обратите внимание, он написал, видите, у меня нет никакой стилевой информации для этого файла, поэтому я не знаю, как это выглядит, я не знаю, как выглядит бул, что это такое, как это показать, поэтому я тебе просто показываю дерево. Просто показываю дерево. А если мы ее предоставим, то есть скажем, вот, у нас есть стиль, то, как видите, все случилось очень хорошо, легко и изящно и достаточно мощно. Вот мы уже посмотрели фактически, как бы две технологии, как я уже сказал, да, то есть одна технология использует другую технологию, то есть у нас здесь есть XML, у нас здесь есть XLT, мало того, в самом XLT используется еще одна, в частности, вот строчечка, которую я выделяю, и это, в свою очередь, язык выборки XPAP, который позволяет выбирать в документе нужные узлы, или то, что называется осями. То есть на самом деле, для того, чтобы посмотреть эту табличку, мы задействовали в целых три, положим, технологии, да, вот так легко и просто можно преобразовать вот такое дерево, скажем так, да, документ фактически во что угодно. Когда я говорю во что угодно, это действительно во что угодно. Что угодно. А на самом деле, тут ситуация какая. XML в наши дни, он используется очень много. Другое дело, что его использование, оно такое скрытое, его скрывает от непосвященных, поэтому многие даже не догадываются, что в данный момент используется тот же самый XML. Ну, опять же, хрестоматийный пример, типичный пример. У любого нормального сайта, новостного особенно, да, то есть у сайта, не обязательно новостного, у сайта, у которого есть что-то обновляемое, тот же самый магазин, обновляемые товары, да, должен быть RSS, да, то есть способ, с помощью которого, опять же, он предоставляет новости, новости, или не новости, или какие-то обновления на своем сайте. Ну, самый быстрый способ, просто, например, вот, например, у ленты.ру, он находится, RSS, находится по адресу лента.ру.rss. Вот. Если мы его запросим, если мы его запросим, то мы увидим, что это, опять же, что? Это не что иное, как XML документ. То есть это очередной стандарт, который базируется на XML со своими предопределенными элементами, атрибутами и прочими узлами. Я сейчас запустил его в Хроме. Хром показал изнанку, то есть сам по себе XML. Почему? Потому что браузер Хром не позиционирует себя, как агрегатор RSS, то есть как читалка RSS. Если обратите внимание, тот же самый адрес я введу в любом другом браузере, в частности, например, в Firefox или в Internet Explorer или в Microsoft Edge, то мы на самом деле получим вот такой документ. Вот такой документ. Да? Опять же, что здесь произошло? Что здесь произошло? Просто-напросто у данного браузера, в моем случае Firefox, у него есть встроенный тот же самый XLT стиль, документ, который он применил к этому же RSS, это он же Oton. Он применил к нему и, соответственно, для того, чтобы мы могли читать. Если его сейчас запустить в другом браузере, еще раз говорю, например, в Internet Explorer, там будет тоже только чуть-чуть другой. Соответственно, если у нас есть такое желание, мы точно так же можем создать свой агрегатор или брать новости с любых других сайтов по нескольку штук и делать, пожалуйста, свою новостную ленту. Точно таким же образом. Ну, например, вот у меня RSS с ленты RU, правда, он там не сегодняшний, я его заранее когда-то взял, но это вот чисто лентарушный, обратите внимание, XMA, RSS. Вот. И к нему у меня написан тот же самый стиль. Совсем простой. Невычурный, без выделываний, просто легкий стиль. И опять же, то же самое, да, та же самая ситуация. Уважаемый, говорю, браузер, вот тебе XML, а вот тебе мину стиль. Мой, да, будь добр, примени и покажи, как все это дело будет видеться. Вот, пожалуйста, обратите внимание, тот же самый RSS с того же самого сайта, да, единственное, что я его, понятно, скачал локально, но я его читаю не, например, так, как мне предлагает тот же самый Firebox, может быть, мне так не нравится, предположим, да, а я его читаю именно так, как мне нравится. То есть, сформировал ровно то, что мне отынчено. можно, пожалуйста, формировать RSS и вообще все, что нужно. Далее, следующий момент. Следующий момент. Дело в том, что, как я уже сказал, помимо того, что вы видите, мы можем преобразовать его в любой вид, да, дать одной и той же структуре вид. мы можем обмениваться между программами XML строкой, да, то есть, посылать ее туда, посылать ее обратно, например. Вот, и, но тут возникает очень интересный вопрос, друзья мои, да, вопрос вот какой. Вот, посмотри, предположим, у меня есть вот такой файл, очень легкий и очень простой. Технически я могу послать этот документ в виде строки, например, Xenia Server, и он обработает это дело. Но, тут маленький нюанс. Дело в том, что, когда мы занимаемся XML, что-то создаем, да, в XML нет предопределенных элементов, как мы привыкли в HTML, H1, D, F, P и прочее. Здесь мы придумываем элементы сайта. Вот у меня будет элемент кастомер, вот у меня будет элемент name, H и так далее, и так далее, и так далее. Но, когда человек придумывает их для себя, это нормально. Когда он хочет поделиться с другими, правильно, да, как объяснить другим, какие элементы что означают, какими они могут быть, что должно находиться, например, вот у меня элемент называется age, написано 21, а что если там словами 21 написать, можно это сделать, нельзя это сделать, да, никто не должен догадываться, поэтому у XML технология есть отдельная спецификация, это называется XML схемы, с помощью XML схем мы можем описать детально что есть, что в этом файле, как оно должно выглядеть, что там может быть, чего там не должно быть, какого типа, какого, сколько раз, и так далее, и так далее, и так далее, да, например, к этому документу, к этому документу, у меня написана вот такая небольшая схема, вот она схема, здесь указана вся структура этого документа, да, что должно быть, что, чем является вот этот элемент, чем является этот элемент, какие элементы в нем и будут, какого типа эти элементы, да, вот, в схемах своих предопределенных простых типов несколько десятков можно создавать и свои сложные типы, накладывать ограничения на уже имеющиеся типы, то есть мы можем не просто фульнуть строчку, с которой потом человек будет разбираться, да, как узнать, правильные данные или неправильные данные человек, присо, правильно, вот, например, обратите внимание, у меня здесь на элемент возраст, на телефон и на элемент work type, они здесь у меня представлены как 21 возраст, такой возраст, и вот такой телефон и, соответственно, тип человека, и посмотрите, представьте себе, да, что я раздал людям вот такой шаблон и сказал, ну, присылайте мне, правда, да, и кто-то взял и сделал вот так 210 лет, да, а моя система, которая принимает этот документ, понятно, на это не рассчитывает, и все упадет, и все сломается, правильно, да, а человек скажет, я ни при чем, я не узнал, что так нельзя, ты не указал, правда, я догадался, вот, поэтому, дабы такого ни было, дабы такого ни было, у нас, в схеме у меня написано, обратите внимание, видите, у меня написано, что возраст, это должно быть обязательно целое число, но не просто целое число, а только от 18 до 64, например, да, что, телефон, опять же, телефон от балды нельзя писать, я здесь целый шаблон указал, в каком виде должен быть указан телефон, только в таком можно, например, да, указать, опять же, тип работника, только 4 варианта, я перечислил, что здесь может быть написано, либо так, либо так, либо так, либо так, все, что-либо другое, одна буква поменяется, документ уже не валеный, уже, это уже ошибка, все, пролетели, так, исходя из этого, да, описав схему, я могу всем раздать, вам, 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 да, раздал, вот вам пример XML, я вам могу даже XML не давать, я вам могу дать одну схему, вот вам схема, на основании этой схемы создавайте XML документы и в виде строки присылайте мне на сервер, на PHP, для того, чтобы это проверить, правильно, неправильно у вас, для этого есть XML валидатор, но, вы скажете, ага, для того, чтобы на том же PHP, это, в принципе, относится ко всем другим языкам программирования, я просто PHP, как наиболее распространенный на вебе серверный язык, беру сейчас в качестве примера, на PHP, вы скажете, ну да, конечно, ты молодец, ты прекрасно все это дело расписал, но ведь когда на PHP-то, ведь тебя же могут обмануть, правильно, где гарантии, человек возьмет, напишет здесь, вот так, 210 и пришлет, а тут ты знаешь, может он специально нарушил эту схему, чтобы там тебе все сломать, правда, то есть тебе придется на PHP писать код и каждый вот этот вот элементик проверять, да, еще раз, а что пришло там, а то пришло там и так далее, и так далее, и так далее, ответ, не придется, не придется, почему, да, потому что, потому что на PHP у нас, еще раз, я PHP просто в качестве как пример беру, вот у меня, обратите внимание, вот у меня кусок, который работает с этим документом, всего несколько строчек здесь я создаю объект, дом документ, экземпляр класса и загружаю в него этот документ, да, а для того, чтобы мне второй раз не писать те же проверки, правильно человек прислал, неправильно, у дома, у нашего есть отличный метод, который называется схема валидей, когда я подсовываю эту схему и все, и он сам проверит, что мне надо, если документ соответствует схеме, я получу окей, а если нет, то я получу ошибку, ну и я здесь дополнительно еще выбираю, что за ошибка, теперь запускаем файл здесь, вы видите, что все окей, никаких проблем нет, а теперь человек взял и нарушил, да, как мы уже сказали, раз, и написал здесь 210, правильно, вот, что произойдет, да ничего не произойдет, мы получаем ошибку, ну это описание ошибки, видите, элемент H говорит, что твое значение 210 больше, чем максимальное допустимое значение 64, например, и чтобы человек не написал менеджер, например, он неграмотный написал менеджера вот так, да, мне это не устраивает, и опять же проверяем, раз, и опять ошибка говорит, менеджер никак, говорит, не входит в этот список, который должен быть, да, одно из этих, все, обратите внимание, обратите внимание, единожды описав этот документ, задав все ограничения, да, задав все задания, кто должен быть, что должен быть в каком количестве должно быть, и так далее, 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 вот, единожды, мне больше этого делать не надо, все это проверяется на любом валидаторе, да, то есть, еще раз говорю, вот мой код, который читает этот документ, то есть, если окей, то я, понятно, его уже начинаю читать, например, в базу данных, наверное, отправлять данные, или что-то еще, если ошибка, то это ошибка, здесь нет никакой проверки, это все абсолютно само проверяемо, аля улю, на раз, вот, да, и даже если мы сейчас опять же, ладно, пусть человек менеджер, решил еще одного кастомера, например, сделать, предположим, только не Петя, а Вася, предположим, вот, и опять, видите, ошибка, почему, потому что схема нашего документа предполагает, что только один кастомер может быть в документе, а человек его указал дважды, что опять же привело к ошибке, в общем, шаг влево, шаг вправо, все плохо, а еще раз говорю, единожды это дело описав, я могу плевать на полок, потому что это все универсально, универсально, так вот, да, с РССом мы с вами разобрались, друзья мои, однако, помимо РСС, помимо РСС, у нас, у нас есть, например, как я уже сказал, графика, вполне возможно, многие из вас слышали и даже пользовали такой формат, который называется SVG, выглядит он вот так, бум, что представляет из себя, обратите внимание, векторую графику, да, то, чего раньше мы не могли на вебе себе вообще позволить, только если мы это внутрь флеша могли запихать, в свое время флеш именно на этом и поднялся, когда он только начинался, там еще не было никаких динамик, там вообще еще ничего не было, там самая фишка, собственно говоря, была, что он позволял воткнуть себе внутрь векторную графику, и мы могли уменьшать и увеличивать картинки без искажения, да, вот вам, пожалуйста, вот вам она, без искажения, абсолютная векторная графика, а что там внутри, а внутри, друзья мои, что это, это XML, вся картинка это ничто иное, как банальный XML файл, который никаких фотошопов даже не надо, чтобы он заредактировал, то есть открыл в блокноте, залез и меняй тут себе руками все, что тебе, например, хочется, так, вот, причем в данный момент у меня эта картинка, она отдельно сама по себе, ее точно так же можно в HTML файл впихнуть с помощью HTML элемента image, img, src, то-то, то-то, а если не хочется, то, в принципе, его можно в HTML и напрямую в окне, как у меня это показано здесь, пожалуйста, вот у меня HTML, HTML, help, body, и вот здесь где-то в каком-то месте конкретном у меня просто вот куда-то эта картинка, вот она, то же самое, то же самое, да, вот, а, поскольку, поскольку, мы дальше делаем логический вывод, поскольку SVG это XML, так, так, структура, так, а, у нас есть замечательные XLT, платформа XLT, с помощью которой мы можем XML преобразовать во что угодно, в том числе и в другой XML, естественно, то, кто нам мешает на лету создавать те же самые графики, предположим, как это, опять же, у меня сделано здесь, обратите внимание, вот у меня простой XML, нетрудно догадаться, нетрудно догадаться, что это мы можем сформировать откуда-то, да, данные получить из любой, ну, предположим, базы данных, согласитесь, пришли, сформировали, все в порядке, вот такое дело, да, все, что нам остается сделать, это написать, естественно, стиль, который вот это преобразует в SVG, в SVG, ну, у меня здесь, собственно говоря, это ее преобразовалка, и самый главный, собственно, template, который все это дело преобразует, который все это дело преобразует, и обратите внимание, опять же, подсовывая это браузеру в нашем случае или любому другому, конечно, XLT-процессору, мы получаем вот такой браузер, конечно, вверхом, правильно, который, естественно, обновляется на лету, да, то есть мы можем сейчас взять, добавить какие-то колонки, предположим, да, там поменять числа или что-то еще, и вот, пожалуйста, у меня уже другой график, и опять никаких инструментов, вы обратили внимание, да, что у меня все, я все делаю просто руками в банальном текстовом редакторе, у меня никаких, нет специальных инструментов, там, фотошопов или что-либо еще подобного, да, для того, чтобы все это дело сотворить, вот оно, вот оно, ба-бам, раз, два, три, а, опять же, продолжая, логическую цепочку, логическую цепочку, мы говорим, так, стоп, во-первых, у нас на руках картинка, так, во-вторых, эта картинка, она XML-ная, то есть структура такая же у документа, как у HTML, да, то есть у нас есть элементы, у элементов есть атрибуты и прочее, и прочее, и прочее, мы говорим, ха, если мы к ним можем применять стили, то мы к этому делу можем применять и JavaScript, мы же можем к языку разметки применять JavaScript, а язык-то разметки все равно какой, в принципе, да, вот, соответственно, к чему мы приходим? Мы приходим вот к чему, мы берем, обратите внимание, вот такой файл, в котором у нас есть встроенная картиночка SVG, вот она, как видите, она состоит из чего? Она состоит из прямоугольника, из круга и из текста, из текста, правильно, да? вот так оно выглядит. Это единая картинка, но в то же время каждая отдельно. И никто нам не запрещает применять к этим элементам что? Использовать, да, Пожалуйста. Все то же самое. Вот у нас и пошло уже действие. Пошла некая визуга. И это тоже все, опять же, XML. Мало того, мало того, мы можем вспомнить, мы можем вспомнить такие вещи, как электронные книги. Сейчас все читают электронные книги. Правда? Есть такой известный наш отечественный гражданин Грибов, создатель этого формата, который называется FB2. Есть такой формат? Есть. кто-нибудь смотрел внутрь этого формата? Докладываю. FB2 ничто иное, друзья мои, как XML. Вот кусок книжечки понедельник начинается в субботу. Вот так выглядит FB2 формате любая книжка. Понимаете? То есть, на самом деле, все читалки, так называемые Pocket Readers, которые позволяют читать те же самые FB2, на самом деле, как читают, там внутри находится ничто иное, как Excel-T процессор, написан стиль, который применяется к этому делу. Если нам не нравится, если нам читалка позволяет с одним в это вмешаться, то мы можем очень хорошо написать свой стиль. Например, вот, ну, вот у меня пример здесь, вот у меня пример, обратите внимание, это FB2, это к нему написанный стиль, ну, достаточно, опять же, простой, без каких-то выделываний, без вычерностей, как что читать, а вот у меня HTML к нему, а вот у меня HTML к нему, да, соответственно, и здесь в HTML уже описано, что здесь делать, обратите внимание, да, то есть, если в предыдущее я вам показывал, я непосредственно запускал в браузере XML, да, то есть, вот он, XML, а к нему здесь определен стиль, то здесь в самом документе в FB2 никакого стиля не определено, никакого стиля не определено, он сам по себе, стиль сам по себе, а весь процесс преобразования производится вот здесь с помощью JavaScript. JavaScript. И если мы опять же это сейчас запустим, то вот оно и произошло. То есть, мы здесь уже с помощью JavaScript зочитали один файл, зочитали второй, и одно, как видите, преобразовало в другое. Ну, и естественно, мы можем стиль писать любой, какой нам нравится. Какой нам нравится, да, вот еще какой вариант. Мало того, мало того, как я уже сказал, я вам показываю то, что называется на плаву, на глазах, да, у нас есть. На самом деле, друзья мои, на самом деле, что у нас есть еще, помимо этого, зачем нам можно, например, то же самое XML понадобится, да, и что, предположим, с ним сделать, да. Обратите внимание, обратите внимание, сейчас я открою проводник, я открою проводник. Помимо FB2, у нас есть формат, который называется EPUB, тоже электронный электронный. Вопрос, что такое EPUB? EPUB это не что иное, как обычный ZIP архив. Достаточно его переименовать из EPUB в ZIP, в ZIP, распаковать его, распаковать его, залезть туда внутрь и увидеть, что это не что иное, как набор, фактически, ну, фактически это сайт. Фактически это сайт. Вы скажете, ого, как хорошо, здесь HTML, здесь всевозможные картинки, и здесь даже есть стиль, а при чем тут XML? Дело в том, что это не просто HTML, это HTML, это X HTML, о чем здесь у нас, видите, говорится, да, а фактически, если так сказать неправильно, но почти правильно, да, то X HTML это HTML, написанный по стандартам XML, то есть достаточно жестко, где все теги закрыты, где все кавычки обязательно есть, там, например, атрибутов, и так далее, и так далее, вот, поэтому фактически это тоже XML, хоть и расширение других, у Fire, о чем здесь и говорится, вот, соответственно, как видите, EPUB, это тоже самое дело, и в принципе этому делу можно точно так же, как CSS, так и CLT применить, нет проблем, мало того, мало того, мало того, вот, современный документ, программу Microsoft Word, вот он, и опять же, что из себя представляет документ Microsoft Word, DOCX, переименовываем DOCX куда? В ZIP, правильно, ZIP, распаковываем ZIP, папочку, залезаем куда, и с удивлением обнаруживаем массу папок, у нас интересует ровно один документ, вот он, документ XML, документ XML, именно там наша Hello Word лежит, вот, заглядываем в эту папочку Word, вот он, документ XML, и обнаруживаем здесь наше, вот он Hello, а вот он World, вот он Hello, а вот он World, здесь же указан и цвет красный у меня, да, на желтом фоне, фон желтый, сам цвет красный, вот Hello, и вот World, обратите внимание, что это мы видим, мы видим, что это тоже XML, что это тоже XML, мало того, так, идем дальше, что еще у нас может быть технически, ну, например, документ Excel, нетрудно догадаться, что если мы расширение Excel, переименуем в ZIP, то, конечно, мы точно также увидим там массу папах и XML файл, как видите, это тоже XML, тоже XML, когда вы приходите, наконец-то, на какие-то сайты, на какие-то сайты, где вам показаны данные, там, что у нас там, курс доллара, евро, далее, так далее, движение всяких валют, да, и так далее, откуда они их берут, они же не сами что-то дело делают, да, откуда уже делают, у нас есть организация, которая называется Центробанк, расскажу я вам, и все данные можно получить у этого самого Центробанка, но в каком виде, конечно, в виде XML, да, ну, например, сейчас мы, тут у меня не было, технические ресурсы, вот, смотрите, получение данных, используя XML, и вот мы получили данные на это какой у нас, это у нас 2002 год, давайте мы на сегодня получим 5, 0,5, 11, 2018, замечательно, ну, третье число, потому что на выходные торгов нет, да, по желанию в воскресенье торгов нет, вот, пожалуйста, и никуда ходить не надо, а это только один из несколько десятков данных, которые дают Центробанку, там и золотые слитки и прочее, 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 вот, мы их взяли, покрасили, преобразовали, сделайте, что хотели, да, вот, это такие вещи, ну, а для наиболее продвинутых товарищей, да, это всего лишь навсего, да, вот, вот динамика, посмотрите, вот динамика, например, котировок США, с такого-то, вот такой-то, да, до, как он там, шел, падал, прыгал и так далее, например, это тоже XML, да, а для наиболее продвинутых товарищей, для этого у Центробанка есть веб-служба SOAP, которая протокол использует, SOAP протокол использует, и вот это не что иное, как описание этой самой веб-службы, с помощью которой тоже можно получать все, что угодно, написано это на языке VSDL, Web Service Description Language, язык описания и веб-служб, вот, вы видели, как, и, понятно, как еще XML-ное, этот документ является тоже XML-ным, да, вот, за это короткое время я вам успел сколько показать областей, в которых используется XML, большинство из них просто скрытые, никто не видит, что там на самом деле происходит, а там, как видите, XML, почему, потому что это универсально, это универсально, вот этот документ можно дать кому угодно, китайцу, японцу, американцу, итальянцу, если я, что он понимает, умеет это читать, уметь надо, правда, да, вот, многие избегают, потому что если надо учить, ну, все надо учить, понятно, соответственно, и все будет у всех одинаково, и главное, что не надо догадываться, что он там имел в виду, потому что здесь все очень четко, ровно написано, что имелось где в виду, понятненько, да, вот, но, как я уже сказал, для того, чтобы все вот эти дела хорошие и красивые и замечательные использовать, так сказать, использовать, использовать, уметь и уметь, понятно, это нужно знать, и понятно, что это нужно учить, поэтому, как я уже сказал, у нас 19, вот, 19, 11, 2018, у меня стартует курс, почему я именно так, потому что он редко стартует, очно, он идет, понятно, в открытом обучении, в других форматах, а очно он достаточно редкий, вот, поэтому у вас есть шанс на этот курс попасть 19, с утра, 10, в 10 утра, он будет содержимый 4 дня, понедельник, вторник, среда, 4, вот так, вот все, что я вам хотел сказать про XML технологии, это к вопросу, а нужен ли нам XML, а нужно ли мне его использовать, ну, как вам сказать, выводы делайте сами, а у меня все, не это все, что это